Мы это все не вставим в эфир, не волнуйся. Вот давай также во время матча рассуждать только о других темах. Все супер будет. Добрый вечер, уважаемые любители волейбола, и добро пожаловать в Казань. Казанская Динамо принимает Динамо из Москвы, ну и вместе с вами за этой трансляцией будем наблюдать мой комментатор Александр Пшеничный и волейболистка казанского Динамо, очаровательная Анастасия Саммойленко, которая восстанавливается после травмы. Анастасия, добрый вечер. Всем добрый вечер. Анастасия получила травку колена на старте сезона, и сейчас продолжает она реабилитацию. У тебя, конечно, уже вызывает карьер, еще и выздоровление. Спасибо большое. Спасибо большое. Анастасия, вам ли как принять трансляцию, и вы еще знаете, как сегодня Динамо будет тормозить оттенку на Олегу Чарову? Так как у нее очень широкий диапазон атаки, обычно закрываем определенную зону, а в другой, естественно, играется в защите. Пока мы увидели 19 розыгрышей, что ты отметила своим профессиональным целям? Надеюсь, что все будет сложено, что тренер, в принципе, все время и добивается. Это четкое выполнение всех инструкций, и чтобы игра была как музыка. И мы не просто играли, а с душой вкладывались в каждый элемент и выполняли все указанное действие. Вот. Что обычно в таких ситуациях происходит, когда тренер практически не вмешивается в ситуацию? Пытаемся сами друг друга поддержать, дать нужные подсказки, кому что нужно подтянуть, и при этом также действовать командой. Сложно. На двойном блоке вновь цепляем атаку Гончаровой, и есть еще один шансик Кадочкина. Мяч проваливается. Три атаки подряд Кадочкин реализирует. Как Азанского теломат? Пожалуйста, у нас реклама сейчас, или как мы работаем? Пауза, не пауза, молчим, не молчим, продолжаем говорить. А, кстати, а вы не знаете высоту съемок на волейболистах казахского «Динамо»? Не замеряли на тренировках? Если честно, замеряли, но я не помню цифры. Это было перед сезоном. Мы повышали прыжок, за этим все следилось, нарабатывалось. Вот. Но на данный момент я не помню уже. Вы обязательно на следующий год, или когда пауза будет, займитесь этим. Это будет любопытно. Я замерю. Настя, а вам не страшно, когда вот с такой силой лопят? Вполне себе мужской удар. Ну, нет. Мужской и женской – это несравнимы. Сильно не спорю, но ничего страшного в этом нет. У нас же тоже тренерский штаб измышленности стоит. Да, и Татьяна Кадышкина, у нее характер, да, это уже такой прям приличный. Это все видно при эмоциях. Сейчас бы микрофон повесить на ее футболочку и послушать, что из этого пройдет в эфир, думаю, не все далеко. Но и миллиметры. Посмотрите, действительно, миллиметры. Не расплющился мяч. Настя, а вам показалось, была площадка или аут? Я сижу прям, ну так, можно сказать, по линии аут, видела. А я вот здесь кричусь на площадке. Ну, и все очень неплохо, да? Все очень неплохо сейчас на площадке. Да, очень даже хорошо, я скажу. А, как можно меньше делать своих расшибок. Вот, молодец. Второй раз матча Евгения Старцева. Порой бывают глаза на спине у Евгении Старцевой, но затылки вопрос, какого цвета. Они, ну а тут они есть, это вы видели сами. А я воды напился, пойду, это. Бавыкина вновь в хороший прием. Цепляют атаку Королевой. Проваливается мяч. Идеальная доводка от Котиковой. Есть съем и есть мать-гол у казанского «Динамо». 24-20. Конкотикова подает на матч. Столярова. Ошибка. Победа. Победа! С отсчетом 20-25. 25-22. И 25-19. 25-20. Казанская «Динамо». Вы посмотрите на эти эмоции. Поздравляем вас, Анастасия, всех болельщиков казанского «Динамо». Вместе с вами был комментатор Александр Пшеничный и волейболистка казанского «Динамо» Анастасия Самойленко. Всем спасибо. Ну и, как всегда, одна простая просьба – не болейте, а болейте за свои любимые команды. Спасибо. Спасибо. Все самое интересное на «Динамо.ТВ». Субтитры создавал DimaTorzok «Динамо» Анастасия Самойленко» Анастасия Самойленко. Спасибо.